Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать за одним столом. Хлеб на каждый день нам доступен тогда, когда мы каждый день приходим к этому столу. Как часто Бог накрывает стол, но далеко не все находят возможность и время подойти к нему, чтобы поесть из его царских рук, чтобы получить направление для старта дня и, может быть, даже и на финише, то, что ты услышишь на старте, тебе понадобится. Но слава Богу за тех, кто сегодня вместе с нами, за тех, кто хочет не остаться прежним, потому что каждый раз Слово Божье, оно не только может нас питать, оно нас трансформирует. Оно преображает изнутри, а значит, ведет нас на те глубины нашего собственного естества, с которым нам очень важно встретиться, разобраться и навести порядок. Ведь если мы в своей жизни что-то недоделываем, то приходится, если так можно сказать, отрабатывать, что ли, но я имею в виду закон сеяния и жатвы. То есть есть те моменты, которыми наша жизнь была снабжена до сегодняшнего дня, а есть те, которые завтра встретятся. И нам кажется, что между ними нет связки. На самом деле очень даже большая. Потому что все, что человек сеет, он пожинает. И желательно разобраться с посевом, прежде чем придет жатва. И таким образом ты не встретишься с этой жатвой. И это благость, это Божья благодать, это Божья возможность. Но для этого как раз встреча с собой важна, чтобы обнаружить, а что меня привело туда, где я сейчас оказался, или к тем состояниям моих отношений с людьми, либо к тем чувствам, которые сейчас переживаю. Что меня сюда привело. Чем больше мы занимаемся вот этим анализом с Богом, со светильником Божьим, тем мы быстрее продвинемся в новый посев, с новой жатвой. И мы с вами раскрываем пятый псалом Давида сейчас и просматриваем настроение уже пятого псалма. Оно отличается от четвертого. Но в то же время есть некоторые похожие литмотивы. Но меня всегда интересует, или вот тот старт, с которого начинаются практически все псалмы начальнику хора на духовных орудиях. Псалом Давида. То есть то, что Давид писал, он имел в виду, что будет петь хор. Может быть, не имел в виду сразу, когда писал. Но в конечном итоге это превратилось в то, что стало хоровым материалом. И это значит многоголосие, которое сегодня в народах, они понимают, о чем говорил Давид. Это не лично его какие-то переживания, а это то, что на самом деле его очень волнует, а нас это касается и имеет к нам самое прямое отношение. Итак, «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Разве люди, молящиеся, не думают, чтобы Бог их услышал? Еще и помышления уразумел. Не только слова, но и мысли прочитал. То есть есть желание, чтобы Господь с нами общался на этом на глубоком уровне. И кто-то может думать, если я слова сказал Богу, он услышал, а мысли я сам для себя их оставил. Либо каким-то образом я с ними разберусь. Но Давид как раз не хотел отделять молитвы или слова молитвы от мыслей. И потому говорил «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои». Что я не просто говорю слова просто из своего, так скажем, арсенала, а я говорю исходя из тех помышлений, которые у меня есть в глубине сердца. Не все возможно хорошо оформить в словах. Есть, понятно, у каждого свой уровень способности оформлять в словах, но не все это легко делается. Иногда переживание, которое ты прошел с Богом, оно настолько многогранно, что каждое слово, которое ты пытаешься подобрать, чтобы объяснить, что ты чувствуешь, оно такое бедное, бледное, и не хватает этих красок, чтобы описать то, что с тобой сейчас или в данный момент происходит. Поэтому я верю, что помышления, которые Бог тоже может видеть, это наше мироощущение. Пусть оно также станет частью молитвы. Господь, я благодарю Тебя, что мы вместе с Давидом сейчас говорим «Услышь слова молитвы, но и уразумей помышления». Пусть оно будет в сочетании. Пусть оно будет работать именно в том смысле, что мы не остаемся на прежнем уровне, а мы движемся туда, где мы без Тебя оказаться не можем. Я благодарю Тебя, что молитвы – это возможность продвигаться, потому что это наш диалог, это наше доверие Тебе, но и помышления. Пусть они будут под контроль на небо. Чтобы не были скакунами, которые нельзя обуздать, но пусть Господь все, что приходит внутрь нас, оно будет иметь божественное производство, исходящее из Твоего отцовского сердца. Благодарю Тебя, что Ты знаешь, как это осуществлять. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok